Всем здравствуйте! Мы на даче. У нас тепло и немножко пасмурно и немножко гремит. А так, в общем-то, всё хорошо. Цветёт гортензия. Посмотрите, какая красавица! Красавица! Поближе покажу. Там уже флуксы цветут. Сейчас покажу. Пойдёмте посмотрим. Пришло время цветения флукс. Посмотрите, какая красота! Посмотрите на эти шапки. Вот так издалека. Там белая, там такая розовая. Без названия у меня. Все абсолютно без названия. Здесь вот такая со срединкой, тёмненькая. Там белая, с тёмной срединкой, с бордовой. А здесь вот шапку покажу. Вот моя рука. Вот одна веточка. Видите, рука моя? Она выше моей руки. Аромат непередаваемый. Ещё не расцвела вот эта яркая. Она позже будет свистеть. Я потом покажу вам. Здесь такая нежность. Посмотрите, какая нежная. Красавица. Здесь вот такой сорт. Они, свойства у них так заворачиваются. Лепесточки, видите, заворачиваются. Это такой сорт. Это они не вянут. Это они такие есть. Вот они такие. Белая, красивая тоже. Красавицы. Бульствуют сейчас время как раз и в месяц. И цветут флоксы. Как многие говорят, бабушкины цветы. Но мне так они нравятся. Многие не хотят их садить. Сажать в саду. С них сыпется. Считается, что они как бы... Вот видите, они отцветают, где рука моя, отцветают и, ну, как бы сорят. Так, а какой цветок нет? А розы как сыпятся, осыпаются. Вся земля белая или жёлтая, если роза. Но красота какая. И будет эта красота, в крайнем случае, в том году. У меня эти флоксы, вот этот... Вот этот цветничок цвёл до сентября. Посмотрим, как в этом году будет. Они в этом году немножко ниже. Ниже ростом. Но красивые, ароматные. Я буду их потом... Я в том году, в прошлогоднем видео, рассказывала, чтобы они дольше цвели, нужно эти соцветия будет потом убирать. Обрезать. Потом её поливать. Она любит воду. И она будет давать из боковых пазух, вон, новые соцветия. И будет она цвести очень долго. Если ничего не помешает. Есть и погодные условия. Но, в принципе, какое может быть похолодание. Не будет морозом, не будет. Будет всё хорошо. Расцвёл лафант. Вот такими, посмотрите. Фиолетовые, сиреневые, фиолетовые. Какой оттенок имеют. Это лафант, это мята. Анисовая. Анисом пахнет. Оно как может и декоративное быть. И ароматравы. Чай очень вкусный с ним. Делают ликёры. Делают сиропчики. Хорошо для сосудов очень. Там вдалеке у меня платикадон. Продолжает цвести. Забыла. Платикадон. Колокольчик такой красивый. Посмотрите, какой. Ещё много бутонов. Ещё он будет долго цвести. А здесь молоденький кустик. Видите, маленький такой. А цветок, конечно, цветов меньше, но он покрупнее. Цветочек. Хороший колокольчик. Здесь на клумбе платикадон и жёлтая лилия. Посмотрите, как хорошо. Сочетание хорошее. Вот такая картинка сейчас с моими геранями. Коралловые, розовые, потом бледно-розовые. Там красные, ауэ такие. И ампельные. Подойдём сейчас поближе. Я все показывала, только красную не видели. И вот плетистая, ампельная герань. Вот она такая красивая. Ещё не полностью спадает, но она уже второй раз цветёт. Вот так она цветёт. А здесь красная. Такая прямо алая-алая. Некоторые уже перецветают. Ну, так вот смотрится алисум. Может, подстригу его, а то, видите, как вот, если посмотреть, так уже на дорожке мешает уже ходить. Немножко подстригу. Вторая волна розы. Вот такой. Первая роза второй волны. Вторая волна только начинается. Покажу вам поближе. Бутончики. Это всё пойдёт потом. Пойдёмте покажу, как цветёт гибискус древовидный. Посмотрите. Конечно же, я покупала его. Розовый, думала, будет. А он беленький, но с такой серединкой красивой. Цветочек одного дня. Один день цветёт, но на смену его приходит другой цветок. Вот такая красота. Костик зимует, но у нас зимует. Сейчас я подойду сюда ещё. Каждый день распускаются новые цветочки. Здесь очень много бутонов идёт. Здесь тоже, посмотрите, он ещё будет очень долго цвести. Вот бутончики. Вот такая красота. Такой вот он. Покажу издалека. Ну, я уже его показывала как-то. Вот такой кустик. Вот так цветёт. Покажу вам облепиху. Такая, смотрите, какая она у нас. Уже скоро будет готова. Такая облепиха. Она, конечно же, колючая. Ну, ничего. Мы потихоньку. Я её не допускаю, чтобы она была высокая, большая. Она, когда у меня была большая, я её обрезала, просто ветки срезала, а потом садилась и чистила. То есть, дело. А так, с большого дерева очень неудобно собирать ягоды. А когда маленький кустик удобнее, нужно просто не давать ему расти. Вот такая облепиха. Юка перецвела, и она уже засохла. Стрелочка засохла, и только потом я уже срезала. А цветёт портулак. Посмотрите, какой яркий. Есть и жёлтенький, есть и красный. Солнышко спряталось, и он немножко закрывается. Он любит солнышко. В солнечную погоду он цветёт хорошо. Вот такой лилейник расцвёл. Он ярче, конечно же. Не могу не передаётся, но он такой абрикосовый, такой красивый. Очень крупный такой тоже. Хороший цветочек. Солнышко так светит, и получается он желтоватый, я смотрю на камеру, а так он абрикосовый. Даже с розовинкой, с кораллом таким, с коралловым отливом. И продолжают цвести вот такие бордовые. Такие красавцы. Уже неделю цветут, даже больше. Тоже одна девка цветочек, но он меняется каждый день. Новый и новый цветок появляется. Смотрите, лобелька цветёт. Одна ветка. Вот такая хорошая. Лобелия. Такие бабочки. Как бабочки. А вон куст жёлтый. Видите, тоже это в принципе как, ну не сорняк, но сорное растение. Но я его укращаю. И он у меня... Сейчас подойдём поближе. И он у меня сидит в одном месте. Один кустик. Вот. Помните эту арку в цветах всю? Всё. Оно теперь зелёное. Просто зелёное. Тоже хороша. Правда? Но, конечно же, не с розами. Вы посмотрите на эту флоксу. Какая красота. Ещё раз подошла к ней. Не могу. Не могу нарубоваться. Красота. Листья не видно. Очень красивая. Пахнет аромат. У кого не зимуют гортензии, будут травянистые, крупно-листные. Ну, чем она кожа гортензии? Посмотрите. Посмотрите на это роскошество. Многие не хотят. Сельские цветочки простенькие. Ну, как же она может быть простой? Посмотрите, как красиво. Какая красавица. Играет музыка. Крым. 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 Крым.